Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И то его пять часов допрашивали вчера в Конгрессе. Ну, конечно. Все те, кто находится в обойме в парадигме этой огромной сети по контролю над Майнд, они выбирают тех, кого надо. Дальше эти те, кто надо, контролируются теми, кто их, собственно, назначил, а не выбрал. Да. Я уверена, что будут и самолеты, и подводные лодки. Реально подводные лодки? Да. Еще и подводные лодки. Вот увидишь. И войска будут, и войска их тоже будут, потому что мы не ведем уже специальную военную операцию по факту. Юридически это можно назвать как угодно. Это была специальная военная операция 24 февраля 2022 года. Сейчас мы участвуем в единственном экземпляре без действующих союзников. Ну, такие, с кем мы были бы по-настоящему, как Великую Отечественную вместе. Мы ведем войну с НАТО на территории Украины. Это надо просто понимать. Ну да. По поводу эскалации Словакии, по поводу вообще эскалации Запада, когда они снабжают Украину оружием. Да. Мне не нравится вообще этот термин, потому что когда эскалации поливать масло в огонь, это вообще не подходящий термин, потому что Украина защищает свои территории. Это нужно сказать, что США эскалировали конфликт во время Второй мировой войны, когда США снабжала Советский Союз через ленд-лиз оружием. Конечно, не эскалировали. Советский Союз защищал свои территории. И Советский Союз, конечно, не эскалировал конфликт, когда воевал. Они защищали свои территории от агрессоров. Маргарита Симоновна в это время пишет. А покажите мне телеграм-канал. Да. Вот он, да. После обедненного урана растить на этой земле ничего нельзя. Наша земля в заложниках у них вместе с людьми. И дальше варианты. Дальше три варианта. Освободить заложников. Дать погибнуть заложникам. Согласиться, чтобы нас шантажировали заложниками, пока мы или их не освободим, или они не погибнут, как всегда поступают террористы. Выбирайте. Совершенно понятно, что нужно освобождать заложников. Вопрос как? Вот такой простой вопрос. Что мы можем сделать, чтобы этот обедненный уран, эти боеприпасы там не оказались? Они собираются шаражить по земле, которую считают своей обедненным ураном. Разве это не подпись под тем, что эта земля не их? И они сами это знают. И сами так считают, что эта земля не их. Эта земля у них в заложниках, вместе с людьми. Потому что эта земля способ и возможность шантажировать нас. И больше ничего. Значит, как мы на это можем ответить? Угу. Ты понимаешь, в чем дело? Если, как известно, утка выглядит как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка. Какой вариант? Да. Но господин Кирби может думать по-другому. Если западный мир посылает туда ракеты с обедненным ураном, танки, я не знаю что, и так далее, наемников за свои деньги, инструкторов своих собственных, значит, западный мир ведет войну с нами. Значит, у нас не остается выхода, кроме как вести войну с ними, которую мы пока что не ведем. И я уверена, не первый раз об этом говорю, что этим кончится. Давайте сразу покажем результаты опроса, которые мы провели на сайте НТВ. Выводим результаты наши. Вопрос сформулировали следующим образом. Британия собирается поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Что мы должны делать? Это вот ровно то, о чем я сейчас спрашивал о вас. 90% нацелить наши ракеты на Лондон. Вот что говорят люди. 90% нацелить наши ракеты на Лондон. Что и требуется. 7% потребовать, чтобы Британия отказалась от своих планов. И 3% это волшебная аудитория, она всегда у нас есть, да. Подать иск в международный суд. Есть люди, которые до сих пор еще верят в какие-то международные суды. Это просто потрясающая история. 90% нацелить на Лондон. Я вам больше скажу. На самом деле, вот огромное количество публикаций. И эксперты говорят. Если бы, допустим, по одной ракете прилетела бы в центр Братиславы. По одной ракете, не ядерной, просто ракета. Прилетает в центр Братиславы куда-нибудь вот в то место, где сидят всякие там руководители этой страны. В том числе и вот этот вот премьер. В центр условный какой-нибудь там Риги условный. Там Варшава условный еще чего-то. А дальше заявление, что следующая ракета может прилететь уже с другой начинкой. Они бы начали бы вести себя по-другому. Ну, вот так считают эксперты. Но с другой стороны, с другой стороны, здесь опять такая ситуация тревожная. Это же может привести к тому, что мы, собственно, начнем друг друга уже обстреливать другими ракетами. Какой ваш родной город, Майкл? Сент-Луис. Не скажу. Если они не против, а может быть даже и хотят, чтобы мы нанесли удар... По какому городу, Майкл, простите? Сент-Луис. Сент-Луис. Объясню почему. Когда мы говорим «они», нужно четко понимать, кто они, которые хотят, а кто они, которые не хотят. Я думаю, что Майкл и еще сотни миллионов американцев этого не хотят. Но определенная часть элиты, которая прекрасно знает, что любая ракета, ну, кроме гиперзвуковой, летит примерно полчаса, она может уйти куда угодно под землю и переждать несколько бомбардировок. Допустим. После этого, рассказывая о страшных зверствах, которые устроили Россия, и о том, какой это был страшный геноцид, в общем, погибнет кто угодно, но только не Джо Байден. Погибнет кто угодно, но только не Зеленский. Погибнет кто угодно, но только не руководство там в Лондоне или еще в каких-то натовских странах. Потому что они успеют уйти. Для этого достаточно несколько минут. А у них в запасе будет 20-30 минут. Поэтому у меня есть подозрение, что эти ребята готовы и к такому развитию событий. И они это прекрасно понимают. И они готовы, если мы нанесем по Сент-Луису удар или там по какому угодно другому городу. Возможно, это выглядит как безумие, но с другой стороны, те заявления, которые они делают... Это ровно так и выглядит. Да. Это ровно так и выглядит. Ну, ведь они туда... Ну, допустим, они ушли, спрятались в какие-нибудь бункеры свои пятизвездочные, а потом нужно будет выползать наверх, нет? Нужно будет. Или они планируют там, собственно, превратиться в кротов постепенно? Почему в кротов? Ядерная война, насколько я знаю, как мне это объясняли эксперты, она не начинается сразу и всеми возможными средствами. Эта эскалация все равно происходит постепенно. Ну да. То есть удар, шок, после этого что будем делать? Ну, Хиросима и Нагасаки, условно говоря. Ага. Об их безусловном пофигизме. Если их что и напугает, так это удар по их территории. Так я же про это и говорю, об этом эксперты пишут. Я хотела сказать об их пофигизме, которому мы не должны сейчас удивляться. Мы не должны удивляться тому, что они с такой легкостью отправляют куда-то, на какую-то Украину, снаряды, с их точки зрения, на какую-то Украину. Это для нас она не какая-то. Да-да-да. А та самая. А для них какая-то. Потому что мы где воевали с ними? В Корее. Друг против друга. В Вьетнаме. В Вьетнаме, правда, в Корее тоже, но во Вьетнаме. Вот я была во Вьетнаме, и я была просто поражена. Я такого не видела ни в одной стране мира, хотя я объездила по работе, ну, достаточное количество стран. Как-то ты идёшь по улице, и на улицах сидят люди и просят милостыню, которая выглядит так, что позавидовал бы Босх. Помните вот этот вот художник, да? Босх, который страшной страсти рисовал, писал, и там вообще не поймёшь, у кого нос, у кого глаз. Оранж, вот эта вот самая история. Конечно, вот послушай, то есть там, ну, условно говоря, у человека нос из копчика растёт, да, руки. Ну, вообще, это жуть, это невозможно поверить. Это босхианское или кавкианское, если хотите, чудовищное нагромождение другого мира. Не перебивай меня, Майкл, я тебе выцарапаю глаза.